Всем привет, друзья! С вами Реолайз и мы продолжаем обсуждать все комплекты, которые нам будут попадаться в рождественском испытании Крампуса. И сегодня конкретно мы поговорим про комплект для воина. Он состоит из двух предметов. Это копье из леденца и броня снеговика. И давайте начнем с оружия. Обратите внимание, что скорость атаки здесь очень медленно. Это самая низкая скорость атаки в игре, которая, конечно же, влияет на базовый урон в секунду. Поэтому данное оружие не может похвастаться большим количеством урона. Но за счет того, что здесь всего лишь один стат, то в принципе здесь урона не так мало, как могло бы быть. К сожалению, этот стат на крит мы хотели бы видеть на танке стат на уклонение. Это было бы более актуально. Базовый бонус данного оружия при атаке есть определенный шанс нанести определенное количество урона от оружия по области. То есть ваш воин периодически будет бить сплэшем. Но нас больше интересует второй бонус. Отмеченная цель получает на 40 единиц больше урона от бойца, который поставил метку. Но, к сожалению, эту метку будет ставить танк. И вот эти 40% единиц больше урона для бойца, они будут действовать только для вашего танка. Танк, в свою очередь, не может похвастаться уроном. Поэтому это небольшое дополнение к его, можно сказать, урону. А для остальных союзников на 13% больше урона. Тоже небольшой такой бонус для вашего общего состава. Но все это распределяется только на того бойца, на которого поставили метку. То есть он не может одновременно поставить на нескольких метку. Поэтому я не могу сказать, что этот бонус имбовый. В принципе, для танка не так важно оружие. Самое главное – это его броня. Потому что она отвечает как раз за вашу стойкость танка. И чтобы он дольше находился надежной стеной для вашего отряда. Но и броня, к сожалению, здесь тоже не может похвастаться бонусами, количеством здоровья, броней и так далее. Здесь у нас 73 тысячи здоровья, броня и показатели энергоброни. Энергоброня, я про нее уже рассказывал ранее. То есть от нее очень тяжело защититься. Поэтому 1364 – это не так много. Просто небольшой бонус к защите. Но на самом деле, если у врага будет хороший инженер, в любом случае он спокойно пробьет эту броню. Бонус здесь 1500 единиц урона, грубо говоря, от атаки стрелка вылечит персонажа. Очень ужасный бонус, потому что, можно сказать, это броня на лечение, но при этом он работает только от стрелка. Если ее сравнивать, например, с обычной броней с мастерской, я не уважаю, конечно, броню на лечение. Но любая броня на лечение будет гораздо лучше, чем эта. Потому что там лечение просто срабатывает от любого бойца. Здесь конкретно только от стрелка. Надел я ее на танка только по той причине, что у меня нету на данный момент замены. Как только я вытащу любую броню 70 уровня для танка, я тут же ее поменяю. Потому что данная броня полностью отвратительная и ничего в ней нету интересного. Так что, у кого нету пропуска крампуса, не переживайте, она того не стоит. Я бы дал очень слабую общую оценку для данного комплекта, потому что мне он полностью не понравился. Еще одна очень важная новость. Вчера на меня вышли разработчики и теперь я могу с ними общаться напрямую. То есть, минуя техподдержку, задавать им вопросы и моментально получать на них ответы. Так что, если у вас есть какие-то проблемы, либо вы нашли баг, либо у вас есть предложение, пишите в комментариях, либо мне вконтакте. Я задам этот вопрос напрямую разработчикам и мне моментально ответят. Как, например, многие игроки испытывали проблемы с артефактом бубенцы. Они утверждали, что артефакт полностью нерабочий, потому что не видно вот этого стана. И также не видно анимации. Я снял повтор боя, все это замедлил на видео, отправил разработчикам. В итоге, при сильном замедлении видно, что этот артефакт полностью работает. Просто настолько маленькое количество времени, что вы не успеваете это заметить. Но если приглядеться, то это все видно. Поэтому не переживайте, артефакт полностью рабочий. Ну и последний очень интересный вопрос, который многих интересует. А в частности, он меня интересовал тоже. Поэтому я его задал разработчикам. Когда запустится клановая война? На что мне ответили, в этом году ее точно не запустят. Перенесли ее на следующий год. Есть там у них какие-то трудности. И они не связаны с маленьким количеством играющих живых людей. То есть, если мы ранее об этом думали, то причина оказалась вовсе не в этом. На этом, друзья, я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи. Всем пока.